И снова пятница, снова здравствуйте, привет ботаники! Итак, у меня сегодня очередная запись в мой ботанический журнал, а именно наблюдение по поливу, как я поливаю кактусы и что делаю. В общем, у меня под кактусы вот такой вот субстрат, чисто минеральный. Почти все кактусы, в принципе, да, почти все кактусы, где-то 95% кактусов у меня сидят в вот таком субстрате. Чисто минеральный, что в состав, это пумис, базальт, циолит, перлит, туф, песок кварцевый иногда, но не всегда. Потому что я стараюсь, чтобы фракция была где-то 3-5 аэрируемая, а кварцевый песок у него, фракция где-то до 1 мм, и он сильно забивает вот эти пространства и аэрацию. То есть, фактически тут чисто минеральный субстрат, чистая минералка, вот какая она сверху, такая она снизу и посередине и везде. Только дренажный слой у меня из камушков, которые побольше. Там пумис 8 мм, туф 8 мм, более крупные камни. Все остальное, это вот такая вот фракция, 3-5 мм в основном, и вот такие вот кактусят там. Так, и по поводу полива, по поводу полива, вот эти кактусы я ставлю в поддон, наливаю в поддон воды. Вода у меня стоит где-то на сантиметра 2-3, вот так вот от 1, вот так вот вода стоит у меня. И стоит она дня 2-3, пока не промокнут, не намокнут хорошо камни, потому что все камни, которые у меня есть, это и туф, и пумис, и циолит, и перлит, все это камни влагоемкие, которые могут впитывать в себя влагу. В отличие от кварца, который в себя влагу не впитывает, и другие есть минеральные ингредиенты, которые они впитывают, все, которые здесь в горшке, они впитывают в себя влагу. Вот, и вот стоят они у меня в воде 2-3 дня, потом я достаю, вот сразу же, как только я постоял у меня 2-3 дня, замочились хорошо камни, видно вон салатовый цвет, начался расширение, и вот так вот они у меня подпрыгивают, сейчас покажу, видно, да, как подпрыгнули кактусы. Как только они вот так вот подпрыгнули, все, выставляю их на балкон, и стоят они у меня до того момента, я их не поливаю, я их не поливаю, до того момента, пока вот эта, которая здесь подпрыгнула, не опустится опять на уровень грунта, не присядет, пока кактус не присядет, я их второй раз не поливаю, потому что если еще раз полить, и еще раз полить, и еще раз полить, то кактусы, которые должны быть круглые, приземистые, они вытянутся вам в дыню, в огурец, в оклажан, и потеряют свою правильную геометрию. Так что вот такие вот рекомендации. Если вы используете чисто минеральные субстраты или какие-то другие субстраты, пользуйтесь. Полили, понаблюдали, поднялся, подпрыгнул, все, прекращайте полив и оставляйте его. Не бойтесь, кактус в вот таком вот размере может год без полива стоять, ничего с ним не случится. И еще такое замечание. Кактусы лучше всего начинают пить воду в тот момент, когда у них начинается жажда. А жажда у них начинается в тот момент, когда они начинают кукожиться. Когда они приседают кукожиться, тогда только нужно поливать повторно кактусы. До этого они стоят, потому что потеряете форму у кактуса. Вот, все это уходит на балкон. Так, что у меня тут? Надпись какая-то. Какой-то нато кактус от Onis V.Venclunianus посажено 12-20 года. То есть в декабре 20-го года, практически 21-й год. Сегодня уже 7-й месяц 24-го. И вот такие вот кактусы. То есть им фактически 3,5 года. Но еще такое замечание. 3,5 года повторяю, сидят они у меня в чисто минеральном субстрате. Соответственно, в чисто минеральных субстратах кактусы хоть и растут более правильно, более округлая форма у них получается, в то же время они растут медленнее, чем в субстратах, которые имеют какую-то органику. То есть с органикой там 30-40-50% кактусы растут лучше. Но мне не нужно, чтобы они росли лучше. Мне нужно, чтобы они росли правильно. Росли правильно. Потому что лучше это не всегда правильно. То, что лучше не всегда правильно. Вот. Так что вот так вот. У меня просто климат не позволяет их качать сильнее. Полил и сиди и жди. Света не хватает на балконе. Освещенность небольшая. Так что вот так вот. Все. Это все, что хотел сказать по поводу полива. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok